Здравствуйте, товарищи мастера! И, наконец-таки, я добралась до разбора новых руин, новой комнаты, восьмой, которая здесь появилась, замечательной, потому что почему? Больше комнат, больше наград, соответственно, больший шанс вывести кого-то из тех, кто вам очень сильно нравится. Если что, не обращайте внимания на то, что творится сейчас на экране, потому что я напрочь забыла, кем проходила. И не важно, что я сделала рестарт только что и могла бы хоть краешком глаза посмотреть, кто у меня там стоял, но до суть и не в этом. Здесь у нас что будет? У нас будет серый кардинал в виде дамы-консула, будут нубы, я буду их называть так, потому что очень созвучно, и будет виконт и эдмонд с блейдом. В общем, это повторение ивента, название которого я благополучно забыла. Итак, первая комната. Дама серый кардинал. Что она делает? В принципе, ничего такого, она бьет АОЕ, и не скажу, что вы сильно, но неприятно. Возьмите сюда какого-нибудь сильного хила, либо сильного саппорта и более-менее слабого хила. То есть, ну, можно балансить таким образом. И она просто бьет АОЕ, а на четвертом ходу накидывает на вас супер-мег-дебаф, при котором вам нежелательно бить ультами, потому что носить они будут на 70% меньше. Однако, при этом, если вы играете через Астрального, Квинси, например, либо через Эды, как я, вам можно использовать ульты, дабы разогнать, дабы урон был сильнее. И после вашей атаки она накинет на всех персонажей дебаф тишины. Но, если у ваших персонажей есть к нему иммунитет, к тишине, то это замечательно. Если что, эти приятные бонусы в виде иммунитета к чему-либо даются на финальном потенциале. У ССР и СР на 12-м, у ЭР они даются на 6-м и прокачиваются за отдельные финтифлюшечки. Но, если у вас нет иммунитета к тишине, то просто подождите один ход и на следующий ход можете попробовать ультануть. Но, опять же, там зависит от того, что как бы будет держаться баф, который говорит, нельзя ультовать, у вас будет меньше урон, бейте с руки. Но я думаю, что вы справитесь. И мы плавно будем передвигаться ко второй комнате, где у нас находятся замечательные мужчины, нубы. Почему? Потому что очень созвучное имя у них, вернее, это, скорее всего, титул. Но я буду говорить нубы, потому что и вам так понятнее, и мне так проще. И почему бы не поиздеваться, если есть такая возможность на нашем языке. Рекомендую сюда взять какого-нибудь персонажа, который снимает гвард-стойку. Это либо базовый СР Данте, как у меня, либо это рыбный Данте, но там с ульты, будьте внимательны. Либо это может быть, например, БДСМ Блейд из тюремного имента, почему бы и нет. Тут уже зависит от того, кем вы играете. Можно, конечно, и обойтись, но, согласитесь, гораздо приятнее держать в параличе врага, нежели не держать его в параличе. Что ж, все эти гаврики, они бьют АОЕ уроном. Ульты у них, в целом, не такие уже сложные. Всегда будет АОЕ в любом случае. На четвертом ходу наш главный нуб, золотой мужчина, он бьет всех массовым уроном своим. И накладывает перманентный дебаф в виде понижения атаки на 10%. Вы никак не сможете его снять, он просто будет висеть. Поэтому смотрите по вашей команде, кого первому сносить его. Либо же зеленого нуба. А почему нужно сносить зеленого нуба, я вам говорю. Потому что на восьмом ходу он бьет очень неприятно. Ну, опять же, зависит от ваших способностей, от вашего здоровья. Кому-то может быть неприятно, кто-то даже, возможно, и не заметит. Но перед этим я скажу, почему восьмой ход перепрыгнуло. На шестом ходу наш зеленый нубасик становится в гвард-стойку. И если вы ее снимете, то есть тыкните в него-то кем, кто снимает гвард-стойку, то зелененький уйдет в паралич на целых два хода. Это ли не счастье? И мы дальше будем продолжать дубасик. Также есть из моментов фиолетовый нуб становится периодически в таунт, но у него очень большое кд, поэтому оно может и не особо-то вам и помешать. Старайтесь как бы валить всех остальных. Можно взять АОЕ персонажей, почему бы и нет, кто вам запрещает. Можно и в соло дд, почему нет, в общем, зависит только от вас. Но желательно вот как бы держать на мушке зеленого нуба, чтобы он был просто в параличии. И остальных тихим сапом добиваем. Я думаю, что в принципе я все сказала по этому отрезку, поэтому я просто его перемотаю, чтобы не задерживать ваше время, а как-то не удерживать вас как можно дольше здесь. Хотя почему бы и нет, я не против, когда вы вместе со мной, но все-таки перемотаю. И тем самым будем двигаться к третьей комнате, где у нас есть Виконт и наш прекрасный Эдмонд и Блейд. Блейд в виде горничной, самый миленький. Почему бы и нет Блейд, вернее Эдмонд, который здесь замечательный дебафер, дд. Используйте, если вам он нравится. Мне понравился в принципе, но качать пока что нет возможностей. А мы двигаемся дальше. В целом, опять же, ничего такого сложного. Я не знаю, простите меня за то, что я это повторяю. Но ладно, ладно, продолжим. Суть в том, что вам нельзя позволить здоровью Эда и Блейда опуститься ниже 25%. Либо до 25% ровно. Потому что если такое случится, то Виконт вас просто ваншотнет. А зачем нам снова и снова перепроходить то, что мы и так можем пройти за один раз, правильно? Начинаем потихонечку убить, собственно, Виконта. Ребята будут нам помогать. Из моментов. Тут всего два типа, ну так сказать, ульты. На пятом ходу и далее плюс 3. Виконт выбирает совершенно случайно одного из ваших персонажей и бьет в него. То есть он его помечает таунтом и в дубасе только его. Поэтому если у вас так получилось, кто-то находится в таунте на этих ходах, просто уведите этого персонажа в защиту и ничего вам, в принципе, из-за этого не будет. Также из моментов по поводу ульт врагов. Буду так говорить. На седьмом ходу и далее плюс 5. Виконт и в целом все остальные накидывают баф-дебаф. И вам нельзя ни в коем случае на этих ходах бить Виконта. Потому что урон будет нулевой. Вы, если не заметите, пробугаете этот момент. Ульты уйдут в молоко просто в никуда. И что, собственно, делать? А делать нужно все просто. Либо, ну я не знаю, по возможности вдруг вы захотите увезти всех персонажей в защиту и не бить никем. Либо же наоборот. Бить Блейда и бить Эда. Потому что с руки, если вы бьете, то эти персонажи будут вылечиваться. Если вы ударите их с ульты на этих ходах, то тогда вы снимете с них отравление. То есть мы держим их здоровье как можно выше, чтобы как можно дольше продержаться на этом 8. И так как про основную механику, в принципе, я уже сказала. Наверное, повторюсь еще раз по поводу баланса в этой игре. Балансить можно главная суть. Если у вас, например, хороший ДД, но хромают где-то хилы и саппорты, то баланси сильных слабыми и наоборот. Вернее, слабых сильными, но ладно, одно и то же в принципе получается, если вникнуться. Допустим, у меня здесь слабый саппорт в виде оливки, но при этом сильный хил в виде якума. И наоборот, то есть я могу поставить какого-то сильного саппорта, к примеру, оливу SR, и поставить к нему R-якума. Он также будет прекрасно все это выхиливать, потому что у него будет хороший дополнительный урон. Ну, вернее, атака будет повышена, и хил будет, соответственно, выше. С ДД ситуация, конечно, немножко по-другому обстоит, но опять же, это все можно забалансить через саппорта и хила. При этом, если ну так получилось, что у вас ДД хромают, возьмите сильного саппорта и сильного хила. Вот и весь выход. Также можно что-то забалансить где-то танком. Хотя бы один танк, я думаю, что у каждого имеется, поэтому все в ваших руках. И вот, наконец-таки, добили этого босса. Так, когда у Виконта 1% здоровья становится, он уходит с поля боя, мальчика вбить на следующий ход не нужно, они скажут спасибо и уйдут сами по себе. А вы тем самым закройте этот этаж. Этап не важно. И момент такой, что, как обычно, смотрите по вашим персонажам. Если вдруг у вас там, ну, хромает опять же все, ставьте более сильных, ну, такие более-менее раскачанных на третьи этапы, потому что они требуют больше всего внимания к себе. Они сложнее всех. Сложнее первых, сложнее вторых. Это уже на протяжении всех башен, где появились три комнаты, я замечаю. Поэтому будьте бдительны. А теперь начнется круг ада и порока в виде прохождения меня для видео СП Куй. И уж простите меня, пожалуйста, мне крайне-крайне лениво. Вернее как, я потратила примерно полчаса, наверное, на то, чтобы записать, но в итоге и не добила. Я даже не поняла, как я прошла его, поэтому и вспомнить не могу. Я потратила на него буквально, наверное, кто был на стриме, я вот на стриме немножко помутузила, а потом, когда стрим кончился, я, наверное, еще минут 30 его полупасила и каким-то боком прошла. По факту они не отличаются от башни. Ну, да, конечно, сильнее стали. Вам также за 13 ходов нужно выхилить астрального... Кто это? Астральный Куя. Его, в общем, выхилить нужно и дальше уже бить обычного Куя. Но есть нюанс, как бы подвоха нет, но есть загвоздка. Он идет с переходами от хп. Сначала, когда вы выхилите астрального, вам нужно будет слить обычному Куе 50% хп. Как только вы сливаете, у него меняется тип атак, и он себя выхиливает. Если до 100%, он просто вас-то потихонечку мутузил, то затем он бьет АОЕ и через ход рандомно бьет персонажа тычкой и урезает от хил. Причем от хил тут висит, тут урезание до конца хода. Это не очень приятно. Далее, когда вы один раз хп ему слили, вам нужно слить хп будет до 25%. И когда вы это сделаете, начнется следующая волна его ходовочек, которые были уже в башне непосредственно, там, где он будет бить во вторую и третью позицию, и в четвертую и пятую. Очень неприятно. Нужен иммунитет к вороличу. Либо, если вы там как-то прошли 2 первые комнаты, сюда нужны куи. Вернее, не куи, квинс. Я уже заговариваюсь. Господи, как же похожи у них имена. Чтобы как можно быстрее, за меньшее количество ходов, слить к гаврику этому хп. Чтобы он вас просто не покалечил. Потому что на 16-м ходу, ну, у меня так было, я не засекала там ходы, не смотрела, в какой ход он ультует. Но суть в том, что на 16-м ходу он очень дико и больно бьет во вторую и третью позицию, а на 17-м ходу бьет в четвертую и пятую. И ты думаешь, куда поставить хила? Как его убрать? Куда поставить саппорта? Как забалансить ДД? И куда их всунуть, чтобы, ну, избежать ваншота? Или даже, может быть, и не ваншота, но если он бьет в персонажа, у которого и так урезано лечение, то и выхилить там уже шансов практически нет. Поэтому, когда я соберусь, когда я дожму себя, и мне будет крайне лениво и скучно, вернее, не лениво, просто будет скучно, я запишу полное видео, полный разбор этих СП на три комнаты. Но, правда, вот сейчас очень не хочется. Не горите меня за это. Если вдруг у вас есть дикое желание пройти эту комнату на СП, то напишите в комментариях. Я уж тогда побыстрее соберу себя в руки и запишу. Но если вы не горите желанием туда лезть, то тогда я уже так, по мере своих возможностей и желания, сама запишу отдельно и как-нибудь потом выставлю. Вот такой получился небольшой разборчик. Все ссылки на прошлый разбор я припишу. Напишу ниже. И текстовое описание восьмого этапа тоже напишу, тоже добавлю, не переживайте. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошей игры, удачных круток. И пока!